Так, ну что доски высохли Как будто да, вот эта самая мокрая была Ну что, всем привет И в сегодняшнем видео я буду заделывать Вот эти вот полы Вот такими вот досками, честно говоря Хочу сразу сказать, что вот эти доски я нашел На, ну не то чтобы Помойке, но короче Возле особняков у нас тут рядом Возле коттеджей такая свалка Ну, видимо, после стройки люди выкидывали Просто рядом с забором, короче, такая свалка Вот таких вот всяких досок, там огрызков Ну, в общем, то есть Использованных в стройматериалах Ну и там вот я набрал такие доски Эти доски оказались по Ну, по технологии точно такие же Как и вот эти, то есть это половые доски Да, ну то есть это как пол То есть видите, они стык в стык вот так входят То есть это именно для полов доски Ну и, собственно, я вот Вот этими досками и заделаю вот это вот Отверстие из-под нашей печи В этой серии будем заделывать именно пол Ну и вначале мы намечаем Как у нас все будет выглядеть Короче, как-то так будет выглядеть Тут немножко коцаная доска Но не суть Короче, смысл какой То есть я все вот это вот так вот Выставил приблизительно, да То есть полностью Закрыв отверстие Теперь я должен буду промерить вот так вот Ну то есть наметить, как мне отпиливать И потом по одной доске буду вот так вот отпиливать Скорее всего электролобзиком Ну, чтобы было чисто по кругу И потом уже будем внутрь Какие-нибудь вот такие вот бруски Подкладывать На чем это все будет лежать Уже будет лежать не так Будет лежать заподлицо С вот этим вот полом Там уже будем думать Главное сейчас вот разметить И четко отпилить доски Чтоб они были вот так вот В форме круга Собственно начинаем теперь отпиливать Я примерно наметил Это не точно Там выравнивать уже по месту будем Теперь проверяем Ну вот кто так наполовину срезал Снимаем доску Не прямо вот так А вот так Получается доска вот здесь Она типа тут срезана А на самом деле она вот так Короче, мы их передумали В общем, не будем делать круг Будем обрезать Должен приятно А вот так Должен приятно И в общем, не будем их устр radиться Как появилась С rectой То烙 короче как я уже сказал придется выравнивать полы так по кругу не получилось а так выравним полы теперь же прямые доски кладем потому что я обрезал как как вы видели зазоры не подошли потому что все неровно чем пошлось вот так вот ну вот так оттирается обрезал В общем-то, спустя долгие мучительные часы мы выровняли здесь пол, да, для чтобы квадратные доски подогнали все под размер. И теперь основная проблема в том, что доски просто положить нельзя, потому что они иначе провалятся. Нужно их класть на что-то, на какие-то бруски, но тут все неровное. То есть, как лаги, такие две уже не положить, приходится, в общем, изощряться. Чтобы пол не ходил, нужны вот такие вот крючочки, вот я здесь прикрутил. То есть, не просто положить, да, чтобы оно ходило, а вот этим крючочком оно будет упираться туда, за доску, и не будет ходить. А вот это будет здесь упор, чтобы он не провалился вниз. Значит, здесь ставим вот этим крючочком вниз туда. Здесь в паз он входит. Здесь подставляем вот этот брусочек. Называем упор. Здесь я уже просилил отверстие и просто прикручиваю саморезом. Так, теперь вторая. Вторая доска вот так будет ставиться. И тут, видите, тут пол ровный, а здесь он, ну, короче, овальный такой, полукругом. То есть, здесь у нас получится ровно, а здесь вот эта доска, видите, она вот, ее только так, криво можно поставить. Ну, либо если ровно, тогда здесь будет вот так зазор. То есть, ступенька такая вот. Короче, гемор, поэтому эта доска вот так, а эти уже ровно будут идти. Как-то так. Так, ну и все. Вот эти вот остальные четыре доски, которые здесь будут, они будут уже, в отличие от вот этой первой, они будут уже на вот такой вот дощечке крепиться. Здесь тоже у нас дощечка лежит, брусок. Ну и здесь с краю тоже. Все это вот так устанавливается. И теперь, как я понимаю... Так, ну и по одной, короче, сейчас, то есть, будем прикреплять, подбивать, прикреплять. В принципе, можно сразу все вот так поставить и прикрутить. Ну, лучше, наверное, так. Так я лучше буду доски видеть, бруски, чем туда делать. И тут тоже, чтобы в серединке было. И тут сверлю. И тут сверлю. И тут сверлю. И тут сверлю. Ну, вот, собственно, друзья, и все. Мы сделали полы, как я уже сказал, это был, ну, не то, что кошмар, но было довольно сложно. Под конец я немного успокоился. Мы доделали, но вначале, конечно, сначала хотел кругом сделать, потом мы решили все-таки обрезать. Действительно, так было проще, но обрезать эти доски было довольно неудобно. Потом, ну, короче, кое-какие проблемы мы встретили, но так или иначе сделали. Взяли вот такой вот пол. Ну, не сказать, что он ровный и хороший получился, но, во всяком случае, прочный. То есть, можно на нем стоять, как бы ничего не шатается за счет того, что все там четко подогнано, все сделано. Вот такой вот получился пол. Ну, и в следующей серии мы уже будем заделать вот этот проем. Упоры поставим, потому что вот эти кирпичи, которые просто нависают, они, кстати говоря, такое ощущение, что от вибрации, когда я здесь подкалачиваю, они съезжают-ъезжают, и в какой-то момент может все это рухнуть. Тут вот тоже, как вы видите, то есть это тоже все не закреплено, здесь все нужно будет заделать. Вот, но это уже в следующей серии. На этом все. Всем огромное спасибо за просмотр, и увидимся в следующем ролике. Пока.